Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своём канале и продолжаю свои прогулки по Калининграду. Вчера мы с вами примерно на этом месте остановились, и вот перед нами остров Канта. Здесь сейчас вы видите синагогу, а вот это Медовый мост, на котором сидит один из новых таких интересных символов Калининграда. Это хомлин дедушка, дедушка Карл. Здесь придумали таких семь хомлинов, семь человечков, они появлялись постепенно. Это типа домовых таких, которые добывают янтарь и как бы охраняют свой город. Они находятся по разным уголкам и местам Калининграда, которые являются достопримечательностями города. И вот дедушка Карл, он был первым хомлином в Калининграде, он сидит на Медовом мосту. Ну, о хомлинах я вам расскажу в своём отдельном видео, а сейчас мы идём на остров Канта. Ну, конечно же, остров Канта – это самое сердце старого Кёнгельсберга Калининграда. Здесь остров образуется рукавами реки Приголя, и на нём главная достопримечательность города – Трафедральный собор. То, что у нас есть сейчас возможность любоваться Трафедральным собором Калининграда – это мы этим обязаны прежде всего Канту, а точнее её могиле, которая расположена здесь же на острове Канта рядом с собором. А если точнее, то тому уважению, которое питал вождь мирового пролетариата к знаменитому Кёнгельсбергскому мыслителю. Если бы Ленин не упоминал Канта в своих трудах и речах настолько комплиментарно, то сердце старого Кёнгельсберга, нынешнего Калининграда, остров Канта, и он же раньше назывался Кнайпхоф, в наши дни он выглядел бы совершенно иначе, потому что 20 августа 1944 года англичане начали трёхдневную бомбардировку Кёнгельсберга, и тором которого стало полное уничтожение Кнайпхофа. Во дне погибли королевский замок, тройной старый город Альштадт, Либенихт и Кнайпхоф. А знаменитого собора, который вы сейчас видите, Кафедрального собора, к маю 1945 года остался лишь обудленный остров. И взорвали бы его победители у себя дома, мы целые церкви взрывали, но тот и вовремя вспомнил о Канте и о Ленине. И участь прочих построек Ленинграда, которые были разобраны на стройматериалы, затем отправлены в Санкт-Петербург, тогда он был Ленинград, чтобы быть использованным при его восстановлении, то Кафедральный собор эта участь не постигла. Его было решено оставить как есть, мол, пусть потомки разбираются со всеми этими кантами. Тогда у советских властей было гораздо больше других проблем. После победы над Германией еще не было окончательного решения о принадлежности Восточной Пруссии, Калининграда, Теннерсберга, России, Советскому Союзу. И тогда победители стремились вывести в СССР все, что могло пригодиться в восстановлении разрушенных немцами советских городов. И по окончании войны, вплоть до начала перестройки, Кафедральный собор являл собой большие, такие огромные, разрушающиеся руины. Власти Калининграда считали его символом прусского милитаризма и не имели никакого желания его восстанавливать. Реставрация собора началась лишь в 90-х годах прошлого века, причем большая часть работ проходила на немецкие деньги. И когда-то это место называлось Кнайпхоф, как я уже сказала, и одна его половина принадлежала епископу, а во второй половине было позволено селиться простым горожанам. Кстати, в Светлогорске есть макет старого Кеннерсберга, где это все очень четко видно, там огромное такое поселение за пределами Кнайпхофа. И вот с этим разделением на часть, которая принадлежала епископу и простым горожанам, связана интересная история. В те времена Восточная Пруссия была краем цивилизованного мира, и все новости из Европы сюда приносили гонцы. Так вот, для того, чтобы попасть в замок или к епископу, они должны были миновать ту половину Кнайпхофа, в которой жили горожане. А те придумали их перехватывать по дороге, кормить, а главное поить, чтобы гонец лишь на следующий день был в состоянии доползти до пункта назначения. И таким образом они узнавали важные новости раньше властей. Например, если гонец нес весть в замок о неурожае, горожане заранее об этом узнавали, резко поднимали цены на зерно и муку, и так далее. И уже тогда, в те времена, миром правила информация. Сейчас вот перед вами как раз могила Канта, которая, я уже рассказывала только что, что благодаря тому, что здесь похоронен Эммануил Кант, собор частично уцелел и миновал участь других соборов и церквей. Кроме Кафедрального собора и Большого парка, вот который вы сейчас видите здесь, в наши дни на острове ничего нет. Тогда-то это был островок, это был, остров был районом Кёнерсберга по имени Кнайпхоф, и здесь была очень плотная застройка. По состоянию на 1939 год, 1939 год, на острове было 304 дома, 28 улиц и проживало 20 тысяч человек. Но британские бомбардировщики уничтожили все эти здания, и вот эта вот могила Канта, сейчас этот саркофаг, является самой главной достопримечательностью этого острова. Официально этот старик Эммануил, как называли его, считался последним, кого похоронили в профессорской усыпальнице Кафедрального собора Калининграда в 1804 году. Но могила философа расположена не внутри здания, а возле него. Это, видимо, было отражение непростых взаимоотношений Канта с церковью. С одной стороны, независимые взгляды и суждения Канта не допускали его погребения внутри собора, а с другой, тоже Кант утверждал, что религия без церкви немыслима. Опять же, именно Кант с позиции разума и логики разрушил пять доказательств бытия Божия, но он сформулировал свое собственное доказательство Канта. Ну, Канту, сыну простого Шорни, преддомохозяйки, родившегося в 1724 году и позднее ставшему всемирно известным философом, и после смерти не суждено было обрести покой. Его могилу то разрушали, например, Наполеон, то восстанавливали, то просто переносили с места на место. В музее Рефедрального собора есть интересная картина, иллюстрирующая обретение черепа Канта во время очередных раскопок. В 1880 году над могилой Канта была установлена часовня, которую в 1924 году к 200-летнему юбилею Канта заменили на колоннаду, которую сейчас видели, с 13 розовыми колоннами. Внутри колоннады установлена каменная надгробие, которая является кинотафом, то есть останков Канта под ним нет. Они покроются глубже. Ну и на последнее прибежище великого философа взирает, здесь стоит бронзовая скульптура герцога Альбрехта. Он был основателем университета Альбертина, чьей усыпальнице повезло меньше, чем собору. От нее, то, что от нее осталось после боев за город, сейчас выставлено внутри Кафедрального собора. Ну а сама статуя герцога не является оригинальной. Она была установлена в 2005 году в честь 750-летия Калининграда. А первоначальную версию работы скульптора Иоганна Фридриха Ройша не удалось спасти от переплавки. Она была очень примечательной, и, в общем, к сожалению, она не уцелела. Между Кафедральным собором и Медовым мостом также можно найти, вот мы сейчас с вами проходили, памятник Юлиусу Рупу, богослову и преподавателю университета. И Канта, и Адальберта, и Рупа объединял Кёнингбергский университет. Это старейший университет Пруссии, что, к сожалению, не спасло его от гибели. Он находился тоже здесь, на острове. И, кстати, сейчас вы увидите еще одну достопримечательность. Это статуя, установленная в честь Петра I. Вон здесь этот монумент стоит неподалеку от главного входа в Кафедральный собор. Петра на острове Канта установили в память о посещении российским императором дома местного губернатора Неделяйна. Петр I посещал последнего дважды. Сначала инкорнита в составе Великого посольства в 1697 году, а затем в 1709 году Петр I с женой Екатерины заехал к старому знакомому, уже открыто возвращаясь из города Таргау, где имело место сочетание брачными узами царевича Алексея с немецкой принцессой Шарлоттой. Ну, и, кстати, о союзниках, о Британии. Они не могли допустить, чтобы Германия была повержена Советским Союзом до того, как они сотрут в пыль немецкие города в ответ на бомбардировки Лондона. И вот в самом конце войны около 200 британских ланкастеров постарались перемолоть в кирпичную крошку тогдашнюю столицу Восточной Пруссии, а заодно и показать властям, советским властям, тогда еще союзникам, свою мощь авиации, ее величество. И обе цели были достигнуты. Город будущего Ленинграда был, старый город, вернее, был серьезно разрушен. К сожалению, существует... Принято считать, что Кафедральный Собор, строительство Собора было посвящено Восвященному Телу Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и Святому Адальберту. Оно началось в 1333 году. Именно эта цифра красуется здесь, на Северной Башне, на Флюделе Северной Башне. Тогда выяснилось, что прихожане уже не помещаются в Старую Деранскую Церковь, и Тевтонский орден разрешил местному епископу построить новый собор на Кнайпхофе. Однажды, через пять лет после начала строительства, всего оно длилось 80 лет, магистр ордена вызвал в себе епископа и поинтересовался, зачем тот строит на острове еще одну крепость. Потому что изначальный проект предусматривал возведение Собора-крепости, однако дроссмейстер ордена Лютер-Брауншвейст и счел, что незачем строить еще одну крепость на расстоянии полета стрелы от замка ордена. Ну и таким образом пришлось внести изменения в проект, и в дальнейшем собор возводился уже как культовое сооружение. Во время строительства произошла усадка грунта и треснула стена, и теперь оси двух соборных башен расходятся на полтора метра. И чтобы этот дефект скрыть, на крыше собора установили еще одну маскирующую башенку. После своей реставрации Трафедральный собор Ленинграда, возведенный в стиле кирпичной балтийской готики, является теперь одной из главных советских, известных эготических построек на территории России. В настоящее время храм не действует, службы не проводятся. А службы проводятся лишь в православной и евангелистской чистовнях, расположенных внутри. Остальная площадь Трафедрального собора используется как музей и концертный зал. Здесь проходят органные концерты. Здесь можно увидеть один из самых больших в Европе органов, на котором когда-то музицировал композитор и сказочник Гофман. Билет в музей стоил раньше 150 рублей. Сейчас я не знаю, сколько. Я знаю, что органный концерт сейчас стоит 450 рублей. Ну и, собственно говоря, после... Еще должна сказать, что... Да, еще-то Ленинград, кстати, после войны оставался единственным в Союзе местом, где кинематографисты могли найти настоящую Германию, пусть и разрушенную. Поэтому многие фильмы снимались в Ленинграде. Например, Трафедральный собор промелькнул в фильме Женя Женичка и Татюша. И сейчас, вот когда мы здесь были, тоже здесь снимался фильм. Я вам потом покажу, где. Возле здания биржи. Вот четыре дня уже там они что-то снимают, что-то устанавливают, подсветки, в общем, такие прожертвы. У нас с балкона видно. Вот. И до сих пор здесь проходят съемки Германии, естественно. Ну, а на сегодня это все. Я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И, как всегда, я желаю вам всего самого-самого хорошего. Всем большое спасибо за просмотр. Всем всего самого-самого доброго. Всем пока-пока. До свидания. До встречи. Нет, идем вот так. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok